Во второй половине дня в субботу к нам поступила информация о том, что осуществляется снос. В 17.40 я приехала на место. Там были представители подрядчика, которые осуществляли разрушение здания. Я связалась с представителем подрядчика. Работы были остановлены. Где-то минут через 40 приехал представитель подрядчика. Я его официально предупредила о том, что данное здание является объектом, не подлежащим сносу. Также должен был подъехать представитель собственника, по словам этого представителя подрядчика. Однако мы так и не дождались. До темноты никто не подъехал. В воскресенье, проезжая мимо, я увидела, что работы снос у здания продолжены. Там находились представители полиции и техника, которая как раз перед этим осуществляла работу. Как подтвердили мне лица, которые находились на месте, был представитель, который представился мне. Сказал, что он представитель организации «Арго Стрейд». И, насколько нам известно, собственником является юридическое лицо. На сегодняшний день мы сегодня возбудили административное расследование по данному факту. Запросили выписку из реестра юридических лиц и Росреестра о том, кто является собственником. В настоящее время комитетом по охране объектов культурного наследия возбуждено административное расследование по данному факту. Мы полагаем, что это статья 7.13 Кодекса об административных правонарушениях, по которому ответственность на юридические лица составляет до 5 миллионов рублей. Данное здание не является объектом культурного наследия. Вместе с тем оно является объектом историко-градостроительной среды, не подлежащим сносу. То есть снос его прямо запрещен в силу требований постановления правительства области. Объект историко-архитектурной среды, он подлежит реконструкции либо ремонту. И также установлены требования — это зона И-1, охранная зона объектов культурного наследия. Любое строительство там возможно только на основании проектов регенерации историко-архитектурной среды и на основании материалов исторических исследований. Разрешение на строительство в любом случае выдает орган местного самоуправления. Вместе с тем, с учетом ограничений, которые накладываются на строительство в данной зоне, документы предварительно поступают в комитет. Нет, не поступало. Здание на Орлова-2 в реестре муниципальной собственности никогда не чистилось и было продано не из реестра муниципальной собственности. В настоящее время земельный участок и здание в собственности общества с ограниченной ответственностью. Аудит, как всем известно. Городостроительный кодекс не регламентирует получение разрешений на снос объектов капитального строительства в данном случае. Позиция города в данном случае едина. Есть утвержденный проект зон охраны, в частности режимов и регламентов зон охраны границ города Вологды, так называемый документ 2087 от 2009 года, где вся территория комплекса этого входит в охранную зону объектов культурного наследия. Строительство на данной территории запрещено, за исключением случаев воссоздания ранее утраченных объектов культурного наследия, либо объектов средовой среды. И данные положения включены в правила землепользования и застройки администрации города Вологды и являются первоочередными. Обращений о объектах строительства в адрес администрации не поступало. Дело в том, что собственник может иметь все, что угодно и не показывать никому, и рисовать любые вещи. Имеет на это право. Вопрос в том, что данные документы не проходили в соответствующее согласование, не было получено тех условия, не было получено разрешение. Они вообще не направлялись никуда, ни в администрацию города, ни в органы охраны объекта культурного наследия. Собственник, естественно, не уведомлял. Если чуть глубже определиться, это же еще памятник археологии. То есть под землей у нас городище, место основания города Вологды. Любые строительные работы, любая хозяйственная деятельность, то, что касается отметки ниже 0, планировочной отметки земли, должна проходить соответствующие археологические изыскания, это как минимум. Скорее всего, в данном случае будет полноценный раскоп, если такой вариант будет возможен. К тому же, в излучине реки Золотухи в данном месте находилась башня крепости и стены Ивана Грозного. Также не стоит забывать, что на этой территории фундамент храма Вознесения. И также не стоит забывать, что на этой территории, скорее всего, сохранились фундаменты рыбных рядов, которые выходили на набережную одноэтажной. Ну, постройка по типу, наверное, магазина ленинградский, которая тоже утрачена была в советский период. В данном случае контрольно-надзорные полномочия мы не располагаем. То есть привлечь к административной ответственности, либо как-то административно воздействовать на собственника земельного участка, допустившего данное правонарушение, мы не имеем полномочий и не имеем права. Администрация, конечно, за сохранение исторической среды города Волога.